так товарищи ну что у нас очередное занятие кружка по изучению капитала маркса и тема наша сегодняшняя мануфактура и разделение труда тут надо сказать что если мануфактура это понятие приходящие оно характерно для определенного этапа развития капитализма то разделение труда эта тема она архиактуальная и она проходит через всю историю человечества за ищу из пучей всю историю правильнее сказать эксплуататорских обществ но и в каком-то смысле она останется всегда технологическое разделение труда разделение труда внутри мануфактуры как писал маркс ну сначала надо вспомнить что перед этим у нас была тема в прошлом году еще кооперация так дальше давайте вспомним что такое у нас кооперация это это важно не подсказывайте это одно из ключевых понятий да и советской экономики да не только ли советские для первого быть на община коммунистической для рабовладельческой для феодальной для капиталистической ко всех экономик нигде без кооперации не обходились ну как это объединение рабочих ну тут не надо путать с кооперативом это кооператив это более такой узкий а вот кооператив и рабочих может быть просто юна да да ну арти именно операция что такое это никогда а вот вместо и произведение произведение это форма труда форма труда вот форма труда многих людей до совместно и планомерно осуществляющих один процесс труда либо разные но и взаимосвязанные между собой процесса труда значит эта форма труда когда много людей тут два человека это не кооперация еще много людей и там три человека машину вытаскивают из это вытаскивают из грязи это еще не кооперация от когда много людей больше трех совместно и планомерно то есть не просто он случайно ходит там один яблоки собирая другой грибы с каждый сам по себе а вот совместно и планомерно осуществляют один процесс труда либо разные но совмещенные так сказать взаимосвязанные друг другом процессы труда вот это вот кооперация ну и теперь давайте рассмотрим мануфактуру это а мануфактура что у нас но это за листами зашуршали зашуршали от нишка можно сказать что это уже некое производственное предприятие но это форма на первому фактуру форма чего труда я пускаю форма капиталистического производства вот в самом начале не этой главы раздела который называется разделение труда и мануфактуры марс дает очень короткое понятное доходчивое определение что такое мануфактура это кооперация труда основанная на разделе кооперации основанные на разделении труда . вот иван михайлович сказал основное тяжело длинная что такое кооперация мануфактура это дальнейшее развитие кооперации такое развитие кооператнее основаны на разделении труда о чем-то уже уже говорили fiber о снованной раздел desses труда не кратца могла быть и в более ранних общественно Huang динамических формациях. Но о мануфактурах тогда не говорили. Были какие-то зародышные предпосылки были. То есть именно зародыши и предпосылки. Конечно. Ну ладно. То есть и вот до мануфактуры что у нас было? Как у нас ущиплялось производство в городах до мануфактуры? Ремесленные цеха. Ремесленные цеха. А вот как вы все видите ремесленные цеха? Это что, вот сводчатое помещение, цех и сидят в ряд ремесленники и работают? Или как вот это было? Необиданно. Как это такое цех? Ну могли они и на дому работать. То есть цех это общественное объединение ремесленников. Да. И надо сказать, что в Германии и сейчас есть эти цеховая структура сохранилась. То есть есть цех сантехников. Я просто знаю человека, который туда переехал жить. Вот он сантехник, но он в этот цех не входит. Его могут в любой момент, в любой город посрать, какую-то работу выполнять. То есть все. Короче, он на низшем, на низшей ступени иерархии находится. А вот цеховики, которые, вот эти сантехники, которые в рамках цеха, ну там не так просто в этот цех попасть. Там надо по наследству туда или как-то заслужить, чтобы туда попасть. Туда просто так не попадешь. Вот они, да, они там, белая кровь, они там в более привилегированных условиях работают. То есть в каком-то смысле это даже и до нынешнего времени дошло. Вот. До этого были цеха ремесленников. То есть ремесленники, они выполняли какие-то работы. И вот появилась мануфактура. Значит, во-первых, Маркс начинает с того, что он говорит о двояком характере возникновения мануфактуры. Вот в чем эта двоякость? Чем они различаются? И потом он вот дает наименование вот этим двум типам мануфактур, которые получились в результате. Ну, первое... А, ну, во-первых, надо временные рамки, мне кажется, обозначить. Но в Европе вот господство мануфактуры промышленного производства, ну, по крайней мере, в западной, центральной, это длилось приблизительно две с четвертью века, два с четвертью века, с середины XVI до последней трети XVIII века. Вот. В то время, как в Китае мануфактура возникла гораздо раньше, и уже где-нибудь там, в XIV веке на мануфактурных производствах в Китае было задействовано иной раз тысяча человек. Степан Степанович, а вот когда изничтожили фабрику имени Тельмана и назвали на том, на что и на ее месте Невская мануфактура, это имеет отношение к мануфактуре? Как таковой? Ну, может быть, к историческим корням имеет отношение. То есть, может быть... То есть, это мануфактура или не мануфактура? Ну, когда вот уже в XX веке при этих... В XXI. Ну, и в конце, в 90-х годах, в 94-м году. Понятно, это уже было заводское производство, это уже не было. То есть, это по факту это та же фабрика, комбинат, просто чисто название, мануфактура в наше время уже... Да, потому что там уже используются машины конкретно. Да, а в наше время мануфактура может быть вообще? Ну, где-то... Ну, теоретически может быть, если не будет использоваться машинное производство. Если окончательно разрушат наши капиталисты производства, то они... Неизбежно мы... Ветво зародятся мануфактура. Василий вспомнит Старик Эйнштейн, это он сказал, не знаю, какое оружие будет в Третьей мировой войне употреблено, но в следующей войне будут использоваться каменные топоры. А что могут и доказать? Ну, это временные рамки. Понятно. То есть, это, так сказать, в целом пришедший уже вид, форма капиталистического производства. А вот какие типы мануфактуры были? Это предшественник фабричной организации, предшественник фабрик мануфактуры. Ну, а фабрики, они зародились уже с использованием независимых от погоды двигателей, парового двигателя, прежде всего, а потом электричество. Не буду перескакивать. Ну да. Мы зациклились. Ну вот, но в России переход к правому двигателю начался усиленно уже при Павле I. Ну, тут не обязательно паровой, скажем, Стрелецкий оружейный завод, он энергии воды из озера разлив, так сказать, запруженного, вполне нормально существовало. Тут не в этом дело, значит, это вот определенно, на определенном этапе развития капиталистического производства форма возникшая и, так сказать, пришедшая. Так вот, какие два вот и по зарождению? Это мануфактуры, Марс указывает, это гетерогенная и органическая. Ну, это уже вывод. А? Вывод уже. Это же два типа. А как вот генезис? Зарождались они, получается, как первым способом это комбинация различных ремесел вместе, то есть, они производили, вот там Марс проводит, в пример, производство карет, да, то есть, там и, сам, так сказать, корпус, там и отдельно, там колеса, отдельно обшивка, отдельно, значит, нателлической части, вот это они, так сказать, соединяют вместе и получается у них уже вот такой общий такой продукт. То есть, раньше здесь трудилось много ремесленников разных специальностей, был обивщик тканью, был лакировщик, был шорник, который колеса делал и так далее. Шорник разный, шорник, по-моему, с бруевым делали. А может быть и с бруевым. Да. Кележник, стеклощик, позвоночник, они могли работать на разные заказы, где-то там стекольщик окна вставлять. Да, причем стекольщик, он мог в калеты окна вставлять и в дома окна вставлять, то есть, стекольщик, а не калеты. А здесь? А здесь один капиталист, один капитал собирает их в одну кучу, организовывает, там, сеть конвейеров, и они начинают нужное количество там, кожевенников, этих тележников, кузнецов и так далее, производить, значит, при большом потоке заказов, вот эти кареты. А второй тип? А второй тип, это связан с углублением специализации тех или иных ремесел на изготовлении отдельных элементов конечного изделия или на работе отдельного ремесленника над какой-то фазой обработки этого элемента. разделение единого процесса на кучу на мелких. Тут в качестве примера что Маркс приводил здесь? Ну, это в третьем параграфе этой главы приводит производство кучи там деталек для часов. Не тот пример, это вы спутали. Производство иголок. Производство иголок, да. И в чем здесь разница? В том, что карету... Но это в третьем параграфе. Нет, нет, нет. Это именно в первом, значит. Здесь, ну... Карету никогда не делал один ремесленник, да? От начала и до конца. Тут всегда была некая совокупность, приходилось прибегать к услугам, так сказать, субподрядчиков каких-то там, обивщика тканью, рокировщика и так далее. А иголку может сделать, в принципе, и один ремесленник, если на это потратить какое-то время. И вот в этом разница, что и тут, и тут под одной крышей собираются люди, производящие различные операции. Но если в первом случае здесь собираются люди, которые производят различные операции, которых раньше один человек никогда не делал, то во втором случае операции, которые, в принципе, под силу одному человеку, они разбиваются на более упрощенные, более детализированные операции. И таким образом то же самое большое количество людей выполняет ту же работу. А в чем здесь идея? Зачем это было сделано? В чем здесь выигрыш по сравнению с... Ускорение, увеличение производительности. За счет чего? За счет снижения затрат на производство. Получается, ну, получается, рабочие, они меньше энергии используют. Это еще было при кооперации. Если вы помните, когда мы рассматривали кооперацию, там говорили, что даже просто вот собирая в одно место количество людей, во-первых, капиталист получает экономию на отоплении помещений и так далее. Освещение, да. Вот, освещение и так далее. И потом люди интенсивнее работают, когда они видят, что рядом кто-то еще работает, это как-то подхлестывает в общем ритме. Но это все-таки просто речь идет о простой кооперации. Мануфактура не случайно у нас Грова называется Мануфактура и разделение труда. Вот что дает разделение труда в повышении производительности его? Ну, скорее, это темп. Потому что не надо сменять инструмент, например, вот, или если разных, разные части более крупного целого нужно обрабатывать, то каждый может из ремесленников заниматься одной какой-то частью. То есть, не надо тратить время на переход одного частью помещения к другому. От одного станка к другому может быть переходить приходится. Здесь не совсем это. Вот если вы читали примечание еще внимательно, там интересно есть одно примечание. Там указывается, почему вот такого искусства вот на тот момент достигло ремесло, ремесло в Египте. потому что там ремесленникам запрещалось заниматься, законодательно запрещалось заниматься чем-либо иным, кроме своего основного ремесла. И таким образом они совершенствовались в своем основном ремесле до каких-то там немысленных величин. И тут и вплоть даже там тоже в примечаниях написано не только группы мышц развиваются определенные, но вплоть до искривления костей. Человек приспосабливается к конкретной операции. И кстати второй параграф как у нас там называется? Частично рабочие и орудия тоже приспосабливаются. Там Маркс упоминает большую номенкратуру даже простых молотков. То есть уж молоток вроде бы на молоток и есть, но есть большое количество молотков для каждой конкретной операции. И конечно есть производительность на этой вырастает. Здесь я вспоминаю был случай надо было снять систему грушения с танка Т-72 не выкидывая двигатель. Говорили вот заводские придут у них спецрульки вот такие вот только они могут туда добраться и вынуть. И действительно пришли заводские хотя это в пособии по ремонту не указано но они не демонтируют двигатель там демонтировали все что надо. Так что это вот это вот специализация на узком разделении труда. Это в примечаниях есть впрочем искривления костей. Вот это и тут так сказать это вот зарождение разделения труда и здесь вот надо еще упомянуть что разделение труда бывают разные. о каких разделениях труда здесь говорил Маркс мы перескочили через что вывод совершенно правильно обо всем сказали о чем писал Маркс за счет каких факторов повышается производительность труда первое это повышение умелости работника искусности поскольку делают частичную операцию второе упоминали вы инструмент нет это третий инструмент второе то что не нужно переходить от одной операции другой перенараживаться третье о чем Иван Михайлович говорил это более производительное орудие труда вот основное а дальше как называется частичный рабочий что происходит в силу разделения труда какие изменения в характере работы соответственно характера рабочего мануфактура на что из себя представляет и там трудится много лиц десятки если не сотни трудились каждый на каком-то своем отдельном участке но самый простой пример давайте применительно может к нашей жизни это возьмем сейчас нет ремесленников но есть частный портной вот он что с костюмом он все делает от начала до конца предположим приходит а ты разве не ремесленник портной ну сейчас нет сейчас нет ремесленника ну можно в кавычках сделать я я совсем другому никто по характеру ремесленник или мелкобуржа а по характеру его работы вот приходит к нему гражданин хочу шить костюм и он все делает от начала до конца снимает мерку раскраивает материал сшивает в конце концов пришивает пуговицы и креет ласканы и все выдает товарищ мануфактуры мануфактуры этого нет каждый делает какой-то кусочек и вот там один из последних кто-то один рабочий пришивает пуговицы вот он всю жизнь сидит в этой мануфактуре пришивает пуговицы лучше его никто не пришивает но он уже не может делать сшить целом костюм ни мерку снять ни сшить он пришивает только пуговицы и поэтому появляется что вот у него и Маркс там пишет появляется что у нас частичный рабочий происходит даже ну как такие термины можно сказать округление 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 рабочих Маркс пишет что-то в некоторых мануфактурах используют даже труд полуидиотов как написано и отсюда и снижение требований к образованию и как-то это перекликается с нашим нынешним временем надо сказать то есть вот и следующий промежуточный вывод то есть мы дали понять определение мануфактуры рассмотрели генезис рассмотрели содержание внутренние элементы элементы какие два элемента мануфактуры это частичные рабочие и орудия 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 труда более специализированные и здесь еще вот на такую вещь сказать что Маркс пишет что разделение труда оно и так существует в обществе вот есть там кто-то выделывает ткани кто-то шьет кто-то там кожу выделывает кто-то из нее ботинки шьет но когда это по отдельности люди делают и Марк говорит что вроде бы это чисто субъективно с точки зрения наблюдателя так эти люди разбросаны по домам по своим а так их собрали в одном месте вроде бы никакой другой разницы нет с одной стороны но с другой стороны вот эти раздельные ремесленники производители занятые и тем же разделением труда что и в мануфактуре над ними авторитет имеет только конкуренция только рынок а что касается работников работчик мануфактуры то над ними авторитет капиталиста вот это вот существенное такое вот различие здесь они не на рынке у них здесь нет никакого рынка они ничего никому не продают они работают на капиталиста что капиталист скажет то они делают вот это вот существенное различие да совершенно правильно ну теперь вот к тому вопросу что Степан Степанович говорил две основные формы мануфактуры то есть теперь уже можно подвести итоги как бы собрать урожай от того что мы наговорили ну значит гетерогенная мануфактура гетерогенная и органическая но гетерогенная вообще что это означает вот так ну гетерогенная разнообразная перевести на русский с греческого греческий корон ну вот скажем гетерогенная смесообразование но в дизельном двигателе там впрыскиваются через фортунки капельки топлива и эти капельки топлива они потихонечку там исправляются и выгорают в двигателе а гомогенные это в карбюраторном двигателе там образуется смесь карбюратор и на уровне молекул все перемешано однородная гомогенная это однородная а гетерогенная это соответственно неоднородная вот если там маска в воде размешивать оно будет в виде таких отдельных частей с шариков вот это гетерогенная то есть неоднородная можно сказать так а органическая это вот где все так сказать органично человек там устроен вот у него рука вот нога вот сердце вот печень это все органично вот так вот взаимодействие друг с другом все это единая цепь и он там приводит пример с этими с часами да где каждый делает свою детальку и все они несут эти детальки сборщику да с часами например мануфактура по производству часов всяк делает свою детальку и несут их сборщику да да так это органическая нет это гетерогенная это первый пример Виктор Валянович суть какая когда частичные работы много частичных каких-то работ соединяется в одном то что мы сейчас называем сборкой да значит а вот каретное производство это органическое нет каретное это тоже как раз гетерогенное органическое это когда что наоборот здесь в первой граве Марс приводит в качестве он еще слов таких не употребляет в качестве гетерогенного он приводит каретное в качестве органического производства иголок а в третьем параграфе он в качестве гетерогенного производит часы а в качестве органического органической мануфактуры производства бутылок бутылок бутылку тоже пожарусь мы я помню в детстве барвались пробовали выдувать там шихту делаешь мешали вот потом на огне плавишь И из нее выдуваешь Это может один человек выдуть в парня Но вот В мануфактуре Марк с присущей ему скрупулезностью И дотошностью Как вот он часы расписывает подробно Я не подозревал, что там столько всяких деталюшек в часах Также и здесь Производство вот этих бутырок Он там настолько подробно все это описывает Как это все делается И видно, что труд каждого человека Там общие Так сказать, рабочие Это рабочий, который шихту вот эту замешивает Которую предстоит расправить И в конце сборщик этих бутырок Который их там ставит в тару И куда-то относит А все остальное там меленько-меленько-меленько Каждый чих он Специализирован Все правильно Тут еще надо отметить, что Получается При вот этой органической Мануфактуре Там он уже Очень непрерывный этот процесс То есть получается Вот как пишет здесь Маркс Частичный продукт каждого частичного Рабочего является в то же время Лишь определенной ступенью развития Одного и того же продукта Да, вот в этом случае То есть нельзя прекратить производство Допустим В первом случае, да Изготовитель какой-то шестеренки для часов Но есть какой-то запас этих шестеренок И так сказать, производство от этого не встанет А тут все Тут как бы Каждый рабочий Это кусочек Совокупного рабочего Который производит Тут раньше выдувал один человек А теперь выдувает вот эта совокупность Или там и горку Затачивает И каждый рабочий Кусочек этого совокупного рабочего Если кто-то Отойдет Обязательно надо кем-то заменить Тут запасов не сделаешь Никак иначе не выйдешь из поражения Поэтому это вот единое Так сказать Это все вместе Один как бы один совокупный рабочий Вся совокупность вот этих рабочих Ну вот для исключения Опять же Марс пишет Вот этих двух Которых один в начале Он может там в этой шихте Наделать много И в конце вот этот уборщик тары Ну там можно завалить Побольше там бутырок наделать Потом на следующий день Он придет и это разгребет Тут вот какое-то возможно А вот внутри вот это все Это не здесь Не уклонишься Здесь обязательно надо Чтобы кто-то делал Замечательно Давайте дальше Вот теперь Общественное разделение труда И разделение труда мануфактуре Да Ну сразу Если вы успели обратить внимание Давайте вернемся К науке логики Гегеля К третьему тому Что изучает И наши коллеги И мы с вами Сейчас на кружке По науке логики Третий том Прошли Всеобщее Особенно единичное Понятие Разделение И вот Марс С чего начинает Вот вспоминает Гегеля Что общественное Разделение труда Можно три выделить Всеобщего Разделения Это разделение Скажем на Сельское хозяйство И промышленность Затем на какие-то Подвиды Подотрасли Внутри каждого Это будет Особенное Марс называет Перевод Как частное И наконец Разделение труда Внутри Мануфактуры Отдельно Это Единичное Единичное Но вот он же Там еще Рассматривает Разделение Труда Между умственным И физическим Трудом Ну это Как это Может Как в конце Рассматривая Генеис Он берет Два направления Общественного Как естественное Начинает С первобытного Общенного Строй Внутри Общины Внутри Рода Внутри Семьи Как разделяется Труд Ну по физиологически Между мужчиной И женщиной И так В старом Да Это вот он Честно И наконец Идет И второе Направление Когда Вот эти Семьи Роды Общины Где-то На границе Состыковываются Между собой И происходит Обмен Продуктами И вот таким Образом Развивается Общественное Разделение Труда Ну что Нас здесь Интересует Когда мы Рассматриваем Общественное Разделение Труда И разделение Труда Внутри Мануфактуры Бытие Продуктов В рамках Общественного Разделения Труда Какой Рынок Товар Совершенно верно Бытие Как товар Внутри А внутри Мануфактуры Разделение Труда Приводит К тому Это не товар Но он все равно Является товаром Потому что он продал кому? Кожевник Дубил эту шкуру Тоже частичный товар Вроде бы как Частичный продукт Не конечный еще Как сейчас у нас Принято Конечный продукт Кому продал Или обменял Сапожнику Сапожнику Сапожник изготовил Обувь Вот получили Конечный продукт Независимо от того Продукт И скотовода И кожевника И Товары Являются товарами Внутри Мануфактуры Это не товары А почему? А потому что Не обособленные Собственники Потому что они Несут как никакого Так сказать Не собственники При обмене товаров Кто это? Товары Должны признавать Друг друга собственника Один капиталист Здесь обмена-то нет Они же не обмениваются Нет товарного обмена Ну да Или обмена в политико-экономическом смысле Да-да-да Обмен идеями Так Ну и что? У нас осталось Последнее Это Эпилитический характер Мануфактуры Да Совершенно правильно Ну и здесь вот он Так сказать Зарободневен И актуальна Эта тема Потому что Разделение труда Оно существует И сейчас И не преодолев Это разделение Коммунизма Мы не построим И не начав Преодолевать Это разделение труда Мы даже Диктатуру Преодолевать Можно еще Все-таки Завершить Вернуться к тому С чего мы начинали Мануфактура Вот это Генезис Развития Кооперации труда Кооперации Кооперации Которые приводят К образованию Мануфактуры К чему приводят? Повышению Производительности Труда Повышение Производительности Труда Но давайте Вспомним Вернемся на Несколько глав Капитала Назад То есть Это увеличит Прибавочное время Какой Какой форма Получается Увеличение Прибавочной стоимости Совершенно верно Совершенно верно То есть Мануфактура И рост Производительности Труда Которую она дает Оно приводит К увеличению Относительной Прибавочной стоимости Которая присваивается Капиталистам Капиталистам Ну а дальше Уже можно Выводы И отношения Будущего общества Говорите Мануфактура Является Шагом К машинному Производству Значит Наверное К такому Окончательному Ну то есть Относительно К расцвету Капитализма Это с одной стороны А вот по поводу Разделения труда Разделение труда Оно Было И при Первобытном коммунизме И при Ваврадейском строе И вот Внутри Мануфактуры Внутри Мануфактуры Но вот это разделение труда Находит свое Уже Вопрощение И которое Сохранится И при машинном Производстве При капитализме И раз Это дает Увеличение Производительности Труда Рогично Рогично ли уходить От этого разделения Труда Всемирного Такого Не надо уходить Не надо уходить Но с другой стороны Люди-то уродами Умственными Становятся От этого разделения Труда Как вот это Противоречие Разрешать Можно Сокращать Время Такого труда Вот Сокращать Рабочий день То есть Можно Два часа Проводить Какую тупую Операцию Ну Высокопроизводительную Но зато Остальное время Развивайся Как хочешь Чем скажем 8 часов в день Заниматься Вроде бы более Таким Разносторонним Трудом Но все-таки Все равно Так сказать Механическим трудом Там гайку затянул Тут патрубок Открутил Тут шранк Одер Дюритом Затянул И так далее Вот Это вот Это путь Все-таки Путь Производительности Все что повышает Производительность Труда Это Прогрессивно А уходить От этого От уродства Надо чтобы Продами этого Повышения Производительности Труда Пользовался Не капиталист Ну или хотя бы Сейчас условия Капиталистического Производства Не только капиталист Но пользовались И работники То есть Все вот эти Вещи Связанные С повышением Производительности Труда Надо Ставить вопрос О сокращении Рабочего Времени Причем Все-таки Вот я Еще раз повторю Что Это требование Оно более Прогрессивно И более Долговременно И является Более коренным Чем даже требование Повышения Заработной Платы Потому что Даже если вы Сократите Рабочее время С пропорциональным Уменьшением Заработной Платы Хотя это Многие Рассматривают Как кару Небесную Вот у нас На трехневку Перевели И так далее Это понравится И со временем Вам натянут Заработную Плату Все равно До уровня Стоимости Рабочей силы Ибо заработная Плата Это стоимость Рабочей силы Конечно За это Тоже надо Бороться Это само Собой Но когда у вас Будет больше Свободного Времени Вы увидите Что у вас И времени На борьбу Стало больше И у вас Появились Возможности Поучиться И посмотреть Вообще Поглядеть По сторонам И как другие Люди Борются Вы станете Другими Людьми И все равно Ваша Заработная Плата Вы будете Получать Столько же Но уже За более Короткий Рабочий День Вот это Сокращение Рабочего Дня Это магистральный Путь Движения И к победе Диктатуры Пролетариата И дальнейшего Движения К коммунистическому Обществу Еще можно Закончить На этом Можно еще Добавить Два момента Вот Конкуренция Стимулирует Значит Внедрение Новой техники И При Фактурном Производстве Тем более При машинном Вот Но не только В рамках Одного Государства Но и В рамках Ну Всемирного Рынка И Этим В частности Тоже Объясняется Вот Степень Рост степени Эксплуатации Значит Рабочих В Западной Европе Потом В Северной Америке Вот В восемнадцатом Девятнадцатых Веках О которых Мы раньше Говорили И Описано В предыдущих Главах Вот этого Первого Тома Капитала Дело в том Что До конца Восемнадцатого Века Производительность Труда В Легкой Промышленности Ну Продукция Которая Была Основным Предметом Мировой Торговли В легкой Промышленности Индии И Китая Была Гораздо Выше Чем В Западной Европе То есть Мануфактура История Мануфактуры В Китае Значит На несколько Веков Больше Чем История Мануфактуры В Западной Европе Вот И Поэтому Вот Когда В ходе Великих Географических Открытий Образовывались Сначала Португальская Империя Ну Захватившая Кучу Форпостов В бассейне Индийского Океана Прежде всего Ну И Бразилия И По пути В Индийский Океан Ряде Помережья Африки Потом Голландская Британская Империя Французская Ну Испанская В основном Занималась Покорением Южной Центральной Америки И высасыванием Оттуда Значит Серебра Золото Вместе С миллионами Жизнями Естественно Индейцев Вот А Реакция Центральных Правительств Ну Индийских Крупных Государств И Китайской Империи Была Малозначительна На Появление Европейцев Потому Что Первые Там Два Три Века Доставляемые Товары Были Такой Же Экзотикой Как Вот Сейчас Африканские Какие-то Ремесленные Изделия Для Значит Западного Для Европейского Американского Рынка То есть Промышленность Западной Европы Была Чрезвычайно Отсталой По сравнению С Ну В средние Века С промышленностью Индии Китая А в то же Время Спрос На Индийские Китайские Товары Был Колоссален Это В Европе И Преграда Чинимая Прежде всего Османской Империи Мировой Торговли То есть Внутри Евразии И Отчасти Арабскими Кубсами Она И Вызвала Необходимость Поиска Путей Новых Путей В Индию И Стимулировала Таким Образом Вот Снаряжение Сначала Пиренейскими Государствами Потом Значит Англия Голландия И Франция Экспедиции В неизвестные Края С целью Значит Пробиться К Сокровищам Индии К Богатству Значит Мануфактур Ну Это Порох Бумага Шелка Разная Там Фаянс Фарфор Которые В Европе Значит Полтысячелетия Пытались Загадку Производства Разгадать Разгадали Где-то Только В 18 Веке Вот То есть Вот Это Ну Случайность В какой-то Мере Случайность Вот Прекращение Торговли В середине 15 века Между Западной Европой И Индией Китаем По суше Ну Благодаря Вот Торможению Османских Конкурентов Вот Оно Значит Привело К Вот этим Открытию Америки Колонизации Побережи Африки И Индокитая Европейцами Ну Такой Небольшой Исторический Экспорт То есть Европейцы Все-таки В конце Концов Они Перегнали Китай И Индию Не за счет Мануфактуры А тогда Когда в Европе Появилось Фабричное Производство До чего Китай Индия Так и не дошли Ну да На стадии Мануфактуры Они остались Да Как раз Тема следующего Занятия Да Следующая тема Занятия У нас Машинная Крупная Промышленность 13-го главу Все надо Ну будем читать Все Она большая Нет ее Прочитать Так Исторический Материал Да Тут Вот так Что Вот так Вот Замечательно Ну что Товарищи На этом На этой Оптимистичной Ноте Мы Наверное Докончим Наше Занятие Продолжение следует... Продолжение следует...